Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы уже две передачи, две встречи посвящаем интересному вопросу, не еретики ли мы. В прошлый понедельник мы вспомнили слова преподобного Максима Исповедника, который говорил, что тот, кто неверно, неправильно исповедует, тот неверно молится. Напрашивается вполне себе банальная и простая метафора. Если вы себе Бога представляете, как некого старичка, который, как в том самом старом добром мультике, сыплет кому-то морковный дождь, кому-то сырный дождь, то хотите вы того или не хотите, вы начнете молиться именно такому Богу, такому старичку, даже если это не так, если он из себя такого старичка не представляет. Другая фраза Максима Исповедника говорит о том, что тот богослов, кто молится, кто молится, тот и богослов. Так еретики ли мы? И сколько в процентном соотношении еретического в нашем православии, в нашем личном исповедовании православия? Говорим об этом с нашим гостем, с отцом Дионисием Кузнецовым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. В прошлый раз мы прекрасно так вот вошли в пространство, мы обозначили современные симптомы еретического. У современных православных христиан мы сказали, что можно назвать ересью ересь незнания, или лучше сказать стремление к незнанию, отказ от богопознания. Мы назвали ересью, наверное, я это так сейчас сформулирую, как ересь потребления, когда отношение с богом это отношение товарно-денежное. Ты мне, я тебе, я тебе канон, ты мне причастие, я тебе свечку, ты мне здоровье для меня и близких. И дальше, как покупатель и купец расходимся, вот, в общем, до следующей нужды. Вот, такое очень потребительское отношение к богу и ересь товарно-денежных отношений. В прошлый раз мы говорили еще при разговоре про апостола, при рассказе о спорах апостола Петра с апостолом Павлом, мы это не обозначили как ересь, хотя, на мой взгляд, это тоже является одним из современных видов ереси, ересь разделения. Вот, то есть то, что Господь создал монолитным и целым, или, по крайней мере, задумывал таковым, целым как тело, часто возникающий образ церкви у апостола Павла, образ тела Христова, где главой является Христос, а мы все его члены, клетки, там, нераздельные. Но при этом человек как-то маниакально стремится к энтропии, к распаду, к дроблению всего на части, потому что целое он не может ухватить. И поэтому все то, что мы видим, и печально то, о чем мы говорили, опять же, в прошлый раз, вот эта вот непроницаемость приходов, когда мы делимся на чужих и своих даже внутри церкви, это тоже, наверное, можно смело назвать ересью. Есть ли еще что-то, что мы не проговорили в прошлый раз, но что требует определенного осмысления, или, по крайней мере, постановки на вид, чтобы люди, увидев это, может быть, заметив это в себе, поняли, что вот сейчас они идут в разрез с Евангелием, в разрез с тем, к чему призывал Христос? — Здесь важно обозначить два направления, которые богословы XX века, православные богословы XX столетия, обозначали как две крайности христианской жизни. То есть, с одной стороны, это традиционализм, с другой стороны, модернизм. И для христиан, как всегда, истина посередине, но трудно держаться этой золотой середины, серединного пути. Потому что традиционалистам, с одной стороны, быть естественно, потому что человек опирается всегда на предыдущий опыт. Опыт предыдущих поколений, в том числе поколений христиан. И говорить, не надо нам менять нового, ничего не нужно выносить, вот нужно делать, верить, как наши прадеды верили, вот так же и мы должны верить. И почему это опасный путь? Потому что наши предки жили в других обстоятельствах. Да, Бог всегда и вовеки тот же. Но понимание Бога зависит от каждого поколения. И хотя есть догматы, сформулированные церковью, но, во-первых, даже они были сформулированы во времени. То есть, нельзя сказать, что сразу, как церковь родилась, вместе с нею родились и догматы. Нет. Откровения божественные, на которые опираются эти догматы, действительно сразу. Но формулировка этих догматов, их раскрытие происходит во время, в течение нескольких веков. Вот. И потом усвоение этих догматов продолжается и в наше время. И вот то, как мы их усваиваем, безусловно, в силу наших способностей. А способности — это в том числе то время, в котором мы живем. Наша способность воспринимать Бога откровенной истины обуславливается нашей средой. Вот в прошлый раз я упомянул о биологическом восприятии того, что у нас есть, скажем так, на генетическом уровне. Вот. А точно так же ученые говорят о влиянии среды. То есть, кроме влияния на нас генов, которые нам передают родители и все предыдущие поколения, есть очень важное с точки зрения ученых влияние среды. Вот. И для нас, для христиан, среда — это то, те люди, тот круг чтения, в которых мы находимся. И поэтому эта среда, безусловно, влияет на наше восприятие Бога. Если мы будем все время себя искусственно перетаскивать в прошлое, мы выведемся в сообщество реконструкторов. Те, кто просто повторяет, как было в древности. Ну вот мы же не говорим, что те люди, которые сейчас наряжаются в средневековые доспехи, они действительно средневековые рыцари, воины или жители. Нет. Это может быть игрой. И хорошо, когда люди это воспринимают как игру или как интерес к истории. Это достойно и непорицаемо. Но тогда, когда человек начинает верить, что, надев доспехи, он становится средневековым человеком, это уже, наверное, потом какой-то болезнью будет. И идет на мельнице. Да. Идет сражаться на мельнице. Или, например, говорит, что спасение в лесах. Вот, например. То есть это одна из крайностей современной религиозной жизни, когда христиане говорят, в страшное время живем, в городах погибнем, нужно бежать в пустые места, в леса какие-нибудь, в пещеры, скрываться. И там, соответственно, убережемся от конца света. Хотя Христос предупреждает нас, что дату конца света никто не знает. Но всегда найдется какой-нибудь старец, который обозначит дату, скажем так, точнее. Даже святые люди этим грешили. Святитель Иоанн Златоусту настолько все казалось плохо и ужасно в жизни христианской, что он назначал дату конца света. То есть прямо нарушал заповеди Божьи. Не ваше дело знать времена и сроки. Нашим соотечественникам, русским православным, в 20-е годы прошлого столетия настолько была кошмарная жизнь, гонение на православную церковь, что они назначали дату конца света. Вот пришли большевики, разрушили все и вся, три с половиной года отсчитываем, и будет все, конец света. Потому что действительно, кто может их упрекнуть? Настолько была ужасная жизнь. То есть они совершили этот грех, потому что была невыносимая жизнь для христиан. Действительно. Брат шел на брата. Это такая форма психологической защиты. Сказать, что вот это последние времена, которые надо перетерпеть. Потому что мы из Евангелия знаем, что претерпевший до конца, тот спасется. Вот нужно ближайшую цель, пусть в три с половиной года, себя обозначить. До какого срока мы будем терпеть? Да. Просто если бесконечные страдания всегда страшнее для человека. Когда он полагает предел своим страданиям, ему легче с этими страданиями справляться. Действительно. И поэтому мы не осуждаем своих единоверцев за то, что они нарушали заповедь, находясь в невыносимой обстановке, назначали дату конца света. Но сейчас мы можем не повторять их ошибки. Мы живем в сложное время. И можно сказать, что у нас есть вызовы современные, которые побуждают нас, может быть, тоже назначить дату какую-то. Но не будем повторять этих ошибок, потому что Господь сказал, что никто даже ангела не знает. И поэтому вот этот откат к традиционной модели, он не срабатывает просто исходя из опыта нашего церковного. Нам сейчас мы можем воспользоваться опытом предыдущих поколений и не говорить себе, что обязательно что-то случится. Вот мы это по накалу страстей видим. Нет. И поэтому ересь вот этого традиционализма, она опасна прежде всего для человека, что он неадекватно оценивает ситуацию. Что он искусственно загоняет себя в прошлое, а прошлое ушло. Назад не вернешь. Да, будут новые вызовы, к которым мы, может быть, не готовы окажемся. И где-то мы можем дать слабину, как мы чтим святых мучеников, но мало говорим о том, сколько людей отпало во времена гонений. Гораздо больше, чем мучеников прославлено. И действительно, святые отцы говорят, что только те смогли претерпеть до конца и спастись. Никто был настроен решительно, а кто был свят, кто был действительно чист сердцем. Невозможно утерпеть пытки. Нет такого человека, который собственной волей сможет пытки претерпеть. Но почему же тогда некоторые мученики претерпевали, задаются христиане? Потому что их духовное состояние к этому времени было просветленным, очищенным от греха. От греха не в смысле грязи, а несовершенства сознания и несовершенства жизни. То есть, если человек сначала на уровне ума научился правомыслию, а потом реализовал это в жизни своей, научился не только говорить, не суди другого, но и действительно не судить другого. Но учился жить так. Для него это стало естественным. Не заставлять себя, не понуждать себя к добру, а тогда, когда добро естественно происходит в твоей жизни, изменилось состояние в добрую сторону. Тогда такой человек, просвещенный Божьей благодатью, действительно мог претерпеть и муки, и пытки, и не отречься от Христа. А просто готовность, я вот хочу быть как древние мученики, и если сейчас случится конец света, я закопаюсь в пещеру и переживу. Нет. Мы знаем, сколько было падений таких людей, которые уповали на свою собственную твердость. Нет. С Божьей помощью, да, человеку это возможно. Как приобщиться к Божьей благодати? Господь оставил нам указание, путь жить по-евангельски, прежде всего. А вот еще в контексте традиционализма не является ли в какой-то момент, то есть то, что крайнюю радикальную такую сторону традиционализма делает ересью, тот факт, что традиция становится на место Бога? Да, это вот как раз и было то, что мы обсуждали в прошлой передаче с апостолом Петром. Почему? Он сам себе противоречил, потому что традиция оказалась в определенный момент для него над ним самим сильнее, чем заповедь Божия. Бог прямо через откровение сказал, что Бог очистил того-то и не почитай нечистым. Апостол Петр с этим согласился, об этом рассказал другим, но потом в определенный момент не смог это реализовать сам в своей жизни, потому что сила традиции велика, тянет назад, да, потому что быть своим в глазах братьев, кого ты считаешь своими, оказалось важнее, чем прийти к Богу в какой-то момент. И поэтому традиционализм и опасен. Он, в нем есть положительные стороны, безусловно. Традиционализм помогает воспользоваться готовыми рецептами сложных обстоятельств. И эти рецепты во многих случаях работают и полезны. Но не нужно думать, что всегда откат к старому, опора на старое всегда хорошо и благотворна. Или, по крайней мере, панацея для достижения какого-то результата. Потому что иногда, скажем, вступает человек в Великий пост. И понятно, что есть неделя, посвященная Анну Лествичнику. Он думает, что я вот просто возьму Лествицу как руководство к действию, переложу на свою жизнь. У меня все получится, я по этой лестнице раз-раз-раз-раз-раз и ко Господу Богу доскачу. А уже на первой же ступени, или на второй, на третьей обламывается, и падение это бывает горше первого, и впадает человек в уныние, в отчаяние. Потому что не понимает, что помимо перекладывания текста на собственную жизнь, у этого текста есть еще бэкграунд конкретной аскетической традиции. Когда человек в каком-то, в том числе посредством аскетических подвигов, пребывал в размышления о Боге и долгими-долгими-долгими годами, в общем-то, выстрадывал то, что потом вошло в эту маленькую, небольшую книжку. Вот. И для того, чтобы просто взять книжку и переложить, нужно еще, ну, как минимум, пройти некий путь. Вопрос в том, можно ли пройти путь другого человека, да? Но это, в общем-то, уже история, наверное, другая. Здесь как раз, да, и вы правильно указали, что можно ли пройти путь другого человека. Это возможно только в той мере, в какой человек понимает то же, что понимал тот человек. А чаще всего наше понимание отличается от понимания другого человека. Обстоятельства вокруг нас иные. И поэтому мы берем что-то из жизни подвижников, реализуем и обязательно оцениваем это в разговорах с единомышленниками, в обсуждении этого. Чтобы не упасть от уныния тогда, когда что-то не получается. Чтобы не возгордиться, когда что-то получается. Да, чтобы действительно сохранить золотую середину в своем христианском опыте. Про ересь модернизма тогда. То есть вот сейчас, может быть, люди, которые нас слушают, или прямо вот на этом моменте включили, там, традицию, не надо смотреть на Иоанна Лествичника. Сейчас так у нас могут услышать. Вот. И объявить как раз в ереси модернизма. О чем говорит ересь модернизма? Почему это именно ересь и, как, собственно говоря, ее избежать? С одной стороны, стремление к новому в человеке благотворно сказывается. И в жизни церкви точно так же. Церковь живет, развивается. И, меняясь со временем, остается неизменной только в тех вещах, которые божественны, скажем так. То есть там, где Бог проявляет себя в жизни церкви, это остается неизменным. Но жизнь человека, жизнь христианского сообщества, она, безусловно, должна меняться, потому что среда вокруг нас меняется. Среда, в которой жили христиане первых веков, совсем не та, что сейчас. И поэтому, безусловно, жизнь церкви должна меняться. Для того, чтобы мы не подстраивались под окружающую среду, а, как сказал Христос, просвещали собой изменившуюся среду. Для этого мы тоже должны быть способны на это. С другой стороны, опасность модернизма именно, как искажение церковной жизни, в том, чтобы воспринимать методы, окружающие действительно изменившиеся, новые, как руководство для изменения христианской жизни. То есть вектор. Вектор должен быть другой. Мы не несем старые традиции в новые изменившиеся обстоятельства. Нет, мы не традиции несем, а несем откровение божественной любви к людям. И, соответственно, в старые времена это могло в жизни церковь проявляться так, сейчас должно, естественно, проявляться иначе. Но смысл везде один и тот же. Бог сказал, возлюби ближнего, как самого себя. То есть, как сказал апостол Иоанн Богослов, может ли христианин утверждать, что любит Бога, которого не видит, если он не любит брата, которого видит. А брата, как известно нам из притчи, всякий, кто рядом с тобой оказался в данный момент. Не только брат во Христе, но и неверующий человек, ближний твой. И получается, что тогда, когда христианин говорит, я хочу проповедовать среди молодежи, например, среди людей нового времени, на их языке. С одной стороны, так поступал апостол Павел. С другой стороны, очень часто искушение подстроится под среду. Современная среда, на самом деле, в одном своем аспекте очень традиционная. Та же самая, что называется в крови биология наша сидящая. Вот это желание внимания, огромного количества внимания, то, что сейчас проявляется в социальных сетях, оно древнее. Точно так же в древности люди желали быть в центре внимания, потому что это один из синонимов безопасности. Если ты на вершине условной пирамиды внимания, да, не иерархической, может быть, пирамиды внимания, доброжелательного, восторженного внимания, то тогда твое положение более прочное. У тебя, скорее всего, доход будет больше и безопасность будет лучше. Вот. И поэтому очень часто человек, христианин, вступивший на путь проповеди в современных условиях, меняет местами цели средства. И сначала он хочет проповедовать христианскую жизнь новыми средствами, а потом христианская жизнь становится поводом собрать себе побольше внимания. Разговор о христианской жизни, да, проповедь ее, на самом деле является средством для достижения вполне собственного благополучия. Не обязательно материального, если это, может быть, просто те же самые лайки и репосты, да, что угодно. Вот. И поэтому ересь модернизма для современного христианина опасна именно в этом ключе, тогда, когда человек воспринимает методы современной жизни как, скажем так, конечную цель своего существования. А что мы вообще можем отнести к ереси модернизма? Вот дискуссия уже не первый год идет, как бы, перевода богослужений на русский язык. Это ересь модернизма или нет? Или, а почему бы под православным, так же, как и братьям-протестантам, не взять в руки гитары и не петь, там, какие-нибудь гимны, вот и так далее? Это ересь модернизма или нет? То есть вот какие сущностные характеристики? Потому что понятно, что под модернизмом мы понимаем, что обновленчество, но что именно, желая обновить, человек впадет вот в эту ересь? Здесь вопрос в том, что, если говорить о методах и средствах, песни под гитару уместны в традиции той культуры, где песни под гитару являются средством искреннего разговора. Допустим, поколение, предыдущее поколение христиан, в 80-е годы, когда мне приходилось беседовать со старшими священнослужителями, которые говорили о том, что они видели, насколько плодотворной могла быть миссия среди нецерковных людей, когда собирались люди не для того, чтобы там выпить, а чтобы спеть какие-то душевные песни. И действительно, в этой среде было уместно и священнику участвовать в таком мероприятии, верующему христианину было уместно участвовать, потому что это был искренний разговор неравнодушных друг другу людей. И вот эта искренность и неравнодушие позволяла раскрыть в том числе и свое христианское миропонимание. Но сейчас песни под гитару, может быть, окажутся не таким действенным методом, просто потому что это не так свойственно современным уже людям. Скажем так, те, которые, молодежь, допустим, общаются между собой, для них гораздо важнее какой-нибудь рэп-баттл, наверное. Поэтому те священники, которые пытаются это освоить, они находятся на очень тонкой грани. Потому что священник по умолчанию – это тот человек, который опирается на, прежде всего, свое священнослужение. И восприятие священника, оно даже в глазах неверующих той же молодежи, более консервативно. Очень часто священникам, которые слишком резкий переход совершают, скорее усмехаются, чем говорят «здорово, мы теперь тебя понимаем». Нет. Поэтому здесь очень сложно соблюсти именно в методах. Что касается перевода на русский язык, эта дискуссия действительно давняя, и она сложна именно из-за силы традиции, о которой мы говорили раньше. Традиция сакрализации церковно-славянского языка, она у нас очень древняя. Вообще, если как бы даже расширить тему языка, у христиан, пусть не, как мы выяснили в прошлый понедельник, не у всех, но есть добрая когорта людей, у которых есть запрос на то, чтобы понимать и осознавать то, в чем они участвуют. Им хочется понимать не только, почему сейчас священник вышел с Евангелием, и почему он машет этой дымящейся штучкой, а у него есть запрос на то, чтобы понимать гимны, которые поют, участвовать в этом пении, ну хотя бы, может быть, про себя подпевать, если медведь оттоптал все, что можно. Есть запрос на то, чтобы видеть, что происходит в алтаре, а не когда там наглухо закрыты двери иконостаса, дистанция между клиром и миром в метров десять, и вообще люди там что-то стоят, скучают и ждут, когда просто вынесут чашу. Вот на этом, как сказать, пути возможно ли какие-то перемены, или это все обновленчество, и вот надо держаться в древних условиях? Здесь пока у церкви в России не уработано решение. Те пути, которые намечены, те дискуссии, которые идут, обозначают следующее направление. Первое. То, что, с одной стороны, византийские гимны невозможно перевести на русский не потому, что это слишком высокий язык, а потому, что чаще всего смысл так себе в этих византийских гимнах. Правда. Известный миссионер и специалист по богослужению Игумен Петр Мещеринов как раз высказал точку зрения, когда он пытался переводить какие-то конкретные песнопения, которые звучали прекрасно, пока не начнешь вчитываться, оказались на поверку вполне графоманскими, как мы сейчас бы сказали. То есть повторение одного и того же невысокого качества богословских мыслей, просто высоким богословским языком. Почему мы, священнослужители, чаще всего даже знают церковнославянский язык? Не замечаем этого, потому что красивые словеса, кружевное плетение словес. И поэтому он отказался от этой мысли. С другой стороны, допустим, Силуан Туманов, тоже известный священнослужитель современный, взялся за перевод, тремникам, значит, и совершает богослужение, требы на русском языке. И с этим проще, потому что там не столько гимны, сколько молитвы. И эти молитвы священник действительно понимает, во-первых, лучше, а во-вторых, они не наполнены избыточным поэтическим, скажем так, кружевом. Кружевом. Изобразительными-выразительными средствами. Да, которые затмевали бы смысл. И поэтому их как раз легче переводить. И литургию в этом смысле миряне очень хорошо могут понимать по переводу по-русскому, потому что те, действительно, молитвы, которые священник читает во время их хаористического канона, они недоступны для мирян. Даже если есть микрофон, даже если есть трансляция, нужно вчитываться, нужно понимать, потому что это высокое богословие. Действительно, это центр сердцевины жизни христиан, литургии, литургическое творчество. И мирянам бывает полезно изучение этого. И здесь другая крайность. Когда мы говорим о переводе, всегда сторонники традиции говорят, что нельзя трогать. Что если вы не понимаете этот язык, кто-то там, допустим, миряне, да, бесы понимают, и это достаточно, чтобы оградить. И здесь как раз и есть ересь. Мы не с бесами разговариваем. Если человек все время ставит себе задачу оградить себя от беса, то Бога он не найдет. В том-то и дело, что если, вот как у святых отцов есть, у некоторых апологетов такое выражение, кто-то ищет Христа, кто-то антихриста среди христиан. И вот погружение в том, чтобы избежать опасности духовной, оно с одной стороны логично, разумно. С другой стороны, если человек все время будет концентрироваться на внимании к темным силам, чтобы, не дай Бог, они не вошли в мое сознание, в мою жизнь, то у него не останется сил и времени искать Бога. А с другой стороны, если человек ищет Бога, то Бог ограждает его от темных сил. Собственно. Происходит исправление сознания человека, возвышение души к Богу, не потому, что человек качественно обеспечил свою безопасность. Бог дает человеку свободу от страстей. Не потому, что человек свою волю оградил себя правильными словами, церковнославянским языком себя оградил, а потому, что человек изменил свою жизнь навстречу Богу. И Бог преобразил человеческое состояние, жизнь человека, душу человека вознес. И таким образом получается, что когда мы говорим о церковнославянском языке, это безусловно важно для нашей церкви как объединяющее. Вот о чем вы говорили, что если допустить русский язык в богослужении, то придется ведь считаться с теми, кто не захочет русского языка. И здесь то самое будет разделение на приходом, где церковнославянский язык, где на русском служат, да, и неизбежно одни будут возноситься на другим. Мы-то служим по-старому, по-церковнославянски, а вы вон модернисты какие, на русском служите. И наоборот упреки, соответственно, вы там закоснели в своем церковнославянском, а мы на русском служим, и так далее. То есть христианам сначала нужно научиться уважать мнение братьев и сестер по вере, уважать другой взгляд и при этом сохранять единство друг с другом, несмотря на разные способы осуществления своей христианской жизни. Если есть единство во Христе, тогда уже и церковнославянский язык можно будет по-разному вводить и русский язык точно так же. Прекрасная точка для нашего цикла. В общем-то, тут ни добавить, ни прибавить. Огромное спасибо вам, батюшка, за то, что вы нашли время и силы побеседовать с нами. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Вопрос, еретики ли мы, должен стоять все время. Это вопрос, который возможно дать ответ, получить его, поставить на этом точку. Это индикатор, который должен постоянно гореть в нашем сознании. С этим вас мы и направляем в мир. Храни всех вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok